Читают актеры, читают по бумажке. Это все так гениально связано, понимаете? Вот так вот делаешь, выкладываешь для себя. Это кайф, это любовь к себе. Продолжай дарить конфетки. Но имей в виду, каждая конфетка – это гвоздик в гробик этого ребенка. Тебе важнее съесть этот кусок пиццы? И я инвалид, или я мертвый? Друзья, вам надо быть как-то чуть-чуть потоньше, чтобы понимать мои идеи. Дорогие друзья, сегодня у меня в гостях Оксана, которая поделится опытом прохождения программы «Здоровый вес», скажем так, «Строинение», «Сброса лишнего веса». Оксаночка, добрый день. Расскажите, пожалуйста, пару слов о себе и что вас привело в программу. Зовут меня Оксана. Вот посмотрела в анализ, мне 54 года и 10 месяцев написали. «Живу я в камне с подольством», что меня привело в программу. Это не меня привело, это мужа привело. Он сдал анализы два года назад, и у него оказался сахар 6,4. Вроде бы ничего сложного, ничего страшного, но мы так забили тревогу. Ну и нам так повезло, что мы вас нашли, Марина. Открыли. Ну это, ну это вчера слушала ваши, что-то я там читала лекции «Заздрис», ну я не помню. Вы где-то говорили, что это то, что даже вы меня находите, это тоже дар. Это дар, потому что найти, ну всегда человека, найти компетентного, умного, который профессионал в своем деле, это очень большое дело. И ну я благодарна судьбе, что я нашла вас. А сегодня муж меня вез домой, говорит, что тебе никто не мешал, и он мне тоже сказал, что я благодарен тебе, что ты прошла со мной мою болезнь. Ну в общем, в феврале 22 года мы вас нашли, и 200 гривен была практика. Мы так, ну что-то, это вообще не деньги, давай пробуем. Пробуем, поехали в отпуск, нам не получилось подключиться, но мы уже с этими двумя рационами, мы их бомбили два месяца, пока я дождалась следующего, следующий программ. Все, мы тогда в программу и прошли ее от начала до конца. Ну это чудо, муж похудел, отказался от всех таблеток. Да его любят все врачи, он когда приходит и дает анализы, это песня «61 год», все хотят лечить, а нечего. Ну и когда я рядом вставала с мужем, то мне говорили, ну Оксана, отойди от него немножко. Ну мне не говори, что я толстая, но меня было много. И я думаю, боже, мужу то хорошо, то хорошо. Я с ним кушала, но я хотела, чтобы мы тоже позанимались. Я, ну я, сейчас у меня немножко эта эйфория прошла, но когда мы, я только вошла в программу, это был восторг от всего. Я, ну, я писала Марине в эти, заполняла дневники, там были целые, я не любитель записать, но у меня столько было эмоций, это было так вкусно, это было так красиво. Я хотела фотографировать свой холодильник просто и показывать людям, как можно жить. Ну, ну, вроде бы, все мы можем, я, ну, а вот так вот, а я скидала вам анализы, я сейчас покажу еще людям. Я вот пришла с такими анализами. Вот там, где черненьким выделено, это было отклонение мои. Так, а теперь вы их произнесите. Сейчас мы, Оксаночка, перейдем к анализам. Сейчас вот минутку подо все покажем. Нет, я просто хочу, нет, перейдем. Ну, я просто хотела показать. А вчера, я думаю, иду на разговоры, и надо как-то, ну, надо идти с анализами. Я вот сегодня забрала свои. Вот, сейчас я покажу. Не одного черного выделения. Боже. Да, понимаете, я пришла, и мне спрашивают, я в прошлый раз шла, у нас было чипирование, вы написали, какие сдать. А в этот раз мне ничего не сказали, и я думаю, что им сказать. Я говорю, то, что меня не устраивает, я хочу сдать те анализы, которых нет. И, видать, они меня запомнили, муж пошел своим забирать, и говорит, а как это, а как это. Я говорю, я была в программе, я питалась, и я хочу посмотреть, что я там напитала. И они отдают, и говорят, ну, они мне прям целую книгу отдали, каждый анализ они мне расписали, уточнили, сколько мне лет, тут информацию мне дали. Но я хочу сказать, не только я была в восторге, они тоже за меня порадовались. Ну, это классно, это круто. И спасибо, Марина. У мужа, у меня в норме холестерин 4,8, а у мужа 4,1. Умнички мои, я напоминаю. Понимаете, он 2 года, а я так чуть меньше. Но я тоже, я питалась с ним, ну, где-то муж отходил, а он так, ему сказали, нельзя. Он говорит, я боюсь остаться без ног, без рук. Ну, и, Марина, мы очень поменяли свою жизнь, очень. Потому что когда, я не помню, как оно было, это же время, но когда муж прочитал, что ему нельзя, он говорит, я умру в голодной смерти. Нельзя было ничего с сахаром, ничего. А тут ему дали рацион, и он говорит, я понял, я буду кушать. Все. И он фасоль, то, 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 то. Это можно было все, только по-другому. Это было вкусно, это было красиво, это было... А сейчас лето идет, это вообще эйфория. Мы выходили в программу зимой два раза. Раз в феврале и другой раз в феврале. Это было дороговато. А сейчас? Девять месяцев летом. Ешь. Я покупаю, трачу на это все 20 ливен. Я кайфую. Это и дешево, и красиво, и правильно, и вот анализы. Оксаночка, мне так приятно, спасибо. Вы такая красивая. Я хочу два момента подчеркнуть, два, и задать вам один вопрос. Первое. Да, бывает зимой, когда приходят люди, кажется, дорого, но мне надо научить вас, как надо, а на следующий год можно делать заготовки. Представляете? Да. Осень идет, и человек уже ориентируется, сколько ему надо по 150 грамм. По сути, там дорогие только, ну, условно, кабачки и баклажаны. Ну, так вот. Ну, может, еще там помидоры или что-то, да? То есть, несколько позиций овощей. И люди просто делают заготовки. Но они уже в теме, они понимают, что им надо, сколько надо. У меня клиенты огороды пересаживают. Говорит, как я могу пройти мимо, и не съесть яблоко, ну, там, фрукты или это? Я говорю, все, уберите, засадите капустой. И люди реально так делают. Ну, понимаете, потому что люди нормальные, не, ну, хотят жить. Марина, вы понимаете, что каждое ваше слово – это золото. Вот вы сказали, не надо два раза повторять, надо два раза переслушать. Мы тоже, я бегу, увидела чернику, не эту большую, красивую, а маленькую. Купила, заморозила. Бегу дальше что-то, споржу, увидела, заморозила. Да, просто я уже знаю, что мне надо, и я уже этим пользуюсь. Черную смородину. Увидела, вкусная сладкая ведерко, купила, заморозила. Уже есть время. Я говорю, ну, я все понимаю. Я хочу для людей сказать, да, ну, казалось бы, ну, что люди не знают, что можно заморозить? Понимаете, надо в голове сложить систему, как тебе надо питаться, менять мышление. Поэтому я всем напоминаю, программу надо идти. Это, вот, людям говорю, что стоимость денег, оно не соответствует тому, что вы получаете, и то, что вы платите. А вообще не соответствует. То есть программу надо пройти вообще по-хорошему каждому человеку. Но с диабетом, я вообще не знаю, какой может быть аргумент не проходить программу с диабетом. Это только любовь своей болезни, вторичные выгоды болезни. Поняли как? Ну, я так думаю. Я тоже так думаю. Потому что, когда надо было моему мужу, он все отложил, все. Он и сейчас боится. Мы как-то говорили, чтобы посмотреть. И у него 6,4. Вы говорили, 3 месяца золотых. Я это слушала и переслушивала, и мы не отходили от 3-3 месяца. Вообще, вообще. От слова вообще. Так, как написано, так и жили. И сейчас он год прошел, он сделал кусок торта вечером. Утром померил сахар. Сахар в норме. Ну, а люди с сахаром, да, да. А люди с сахаром, они... Ну, я 3 ложки в кофе ложила сахара, а сейчас 2. Потому что у меня сахар. И вот так вот, и ну, вот так вот. И это есть. Да, это, понимаете, вот что люди не понимают, что этот вопрос не решается только обучением. Вот надо только идти в программу и системно работать. И я хочу сказать вот всем, на примере Оксаны, почему у вас все великолепно получается. У вас очень правильное отношение к человеку, к которому вы пришли. Я не знаю, в Библии написано, не называй себя учителем и наставником, да, где здесь вот эта этическая грань, но однозначно, что все, кто приходит ко мне с вопросами еды, им надо правильно понимать, куда они попали. Я это говорю, чтобы у людей появлялся шанс. Я вам очень благодарна. У нас появился, я похудела на 9 килограмм. На 9? Да. Все, давайте. Ну, каждый раз. Расскажите. Я, во-первых, помню интересную историю, что вы пришли ко мне скидывать вес, правильно? Но вы вообще не задумывались о состоянии здоровья, правильно я помню? Так? Еще раз повторите. Вы пришли скидывать вес, а о том, что у вас что-то не так с анализами, вы вообще задумывались? Я не знала. Вы узнали? Я не знала. Я вас отправила сдать анализы, правильно? Расскажите вот это вот. Что вы, то есть вы, как вы пришли, ну, вы пришли похудеть, потому что у мужа были хорошие результаты. Вот эту историю со здоровьем пошли, сдали, о чем подумали, что почувствовали, вот это. Ну, не понравилось мне холестерин. Вы знаете, Марина, что я, сейчас расскажу, вот это, наверное, неправильно, но я любительница голодать. Я 16 лет голодала. Ну, так, ну, чтобы вы понимали, 20 дней, 24, Оксана пила в водичку. Это 16 лет так было. И мне обещали, что у меня все хорошо, потому что там кешка, кешку, и все это, все, все оно стрет, перетрет, вы похудеете, и когда я сдала этот холестерин, я прозрела. Видать, кешечка, да кешечка не вытерла, весь этот холестерин с меня, этот жир и этот осадок. И, ну, и я так... Это глупость. Вы не слышали, что я говорю о голодании? Не слышали? Моих лазер. Ну, сейчас я уже, я, во-первых, голодала, пока могла. Сейчас я не могу. Это на силе воли. Это, ну, тогда я была моложе, и я думала, что я прочитала. Это было так все, я поверила. И я же не сдавала анализы. Ну, в общем, может, моя большая глупость. Так жила. Ну, мне не понравился холестерин, который я уже видела в анализе. Все люди, которые нас сейчас слушают, все приходят ко мне худеть. И когда я прошу сдать анализы, оказывается куча сюрпризов. Сюрприз-сюрприз. Но радость в том, друзья мои, что вам не надо бояться, потому что придя ко мне в программу, вы сдадите анализы, а через, там, в конце программы они у вас будут все нормальные. Друзья, у нас есть немножко задержка связи, поэтому, может быть, что или перебивать, или как друг друга не дослышали. Поэтому, пожалуйста, благодарю за понимание. Смотрите, про голод я говорю такую фразу, когда меня спрашивают, Марина, что вы думаете про голод? Как вы считаете, полезен ли голод? Я говорю, то, что написано в учебниках биологии, ну, наверное, написано, ну, так. Человеческий организм создан таким образом, что способен выдерживать длительные промежутки голода. Скажите, пожалуйста, вам много здоровья звучит в этой фразе? Ну, была моложе. Я могла похудеть на 10 килограмм сразу за 20 дней. Ну, потом был хороший результат по объему. Я же не вам сейчас критикую, я для всех говорю, почему люди идут в голод. Вот это лёгкий способ. Лёгкий способ угробить печень, почки, сердце, да, положить холестерин. Очень лёгкий способ. Есть лекция на Ютубе, мы оставим здесь ссылочку, и также есть расширенная лекция в нашем клубе, в клубе Здоровой Жизни Марина Мурадиной. Итак, про голод прокомментировали, благодарю вас. Итак, Оксаночка, вы с каким весом ко мне пришли в программу? 77,7. А сейчас у вас? 68. Супер. То есть вы скинули, ну, почти 10 килограмм, 9,3, да? Правильно я посчитала? Да, 9,3. Супер. А когда, сколько времени он у вас держится? Он держится уже какое-то время? Три месяца. Три месяца уже прошло после того, как вы его полностью сбросили, так? Да. Смотрите, пожалуйста, во время прохождения программы какие были сложности? Вот так, честно, что было? Ну, были ли сложности какие-то? У меня не было. Я сначала, может, какую-то недельку хотела больше съесть, но я себя пересилила, и сейчас я не могу больше есть. Я съела порцию, я научилась Марину выбрасывать, спасибо вам, вот за то, что винегрет, супер винегрет. Мужу больше, себе меньше, он мне оставил больше. Смотрю, нет, там больше грамм. Съела, сколько съела, я наелась, ну, я выбросила. И так другим говорю, говорят, поправляюсь, научись выбрасывать. Моё короткое видео о том, что вы не мусорное ведро, вы набрало очень много просмотров, из-за того, что там было столько комментариев таких хейтерских. У меня даже есть где-то видео, где я комментировала комментирующих, вот это всё там, совсем зажрались. Ну, вот, ну, понимаете? То есть, насколько наше мышление является токсичным по отношению к самим себе. И почему, на таком малюсеньком примере я вам показываю, почему человек без системной работы над собой не может скорректировать своё питание, и чтобы так великолепно улучшить своё здоровье. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вообще ваше состояние, настроение и жизнь изменилось. А вы можете что-то, ну, вот, сформулировать, что конкретно такое, что можно назвать? И я пришла, ну, я слышала люди то улучшают, то улучшают, то улучшают. Я начала забывать. И так забывать, ну, забывать. И я думаю, что-то выучит. Какое-то английское слово, хотя бы чуть-чуть. Я его и на телефон перебила. Я не могла его выучить. Ну, не могла. Но меня это испугало. И я думаю, я хотела зрения, и хотела... Ну, я много я хочу. Думаю, хотя бы это. И вот вы меня спрашивали недельку назад, что улучшилось? Я начала запоминать номера телефона. Пожалуйста. Я считаю, что это... Да. Конечно. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Вы сказали, что надо вода два. Надо вода два, чтобы организм очищался, очищался, я имею терпение. И спросили меня, что улучшилось. Я покопалась в себе, подумала. И эти телефоны я вытащила, что я думаю, вот не надо кому-то пополнить. Я думаю, я два-три раза его прочитаю. Это не смаху. Но когда ты бросаешь про деньги на тот телефон, ты хочешь, чтобы они дошли на тот номер. Это немножко, ну, это немножко ответственно. Это у меня получается. Надо пополнить. Два-три раза перечитала, получилось. Это же ваш запрос был, да, на улучшение мышления. Вот мы видим улучшение когнитивных функций без специальных упражнений. Я вам порекомендовала там заниматься еще. Да, но это наизусть, учить наизусть. Это самый простой, вот то, что я вам говорила, язык. Я делала недавно такой экспириенс, два или три месяца, поставила себе за рог, что я одну минуту в день буду учить испанский. Я недели через две начала, в принципе, различать. Песню какую-то уже слова начала выхватывать. Это и просто мозг постоянно держать, но оно же, фундамент всего, это так называемая органика. Вы сейчас в своей нервной системе, организму, своему мозгу, не только вы, очищая детокс, организм идет, вы даете все необходимые витамины и минеральные вещества, которые позволяют ему быть здоровым. Просто элементарно. Любая психика начинается с физики. Все, это точка. И химия начинается с физики. Я же это понимаю. Я же говорю, мы вкусно едим, красиво едим, оно еще так полезно. И ты еще получаешь, кроме того, что ты понял, вкусно, что это красиво, что это здорово, что это, но это эйфория. Это очень красиво, Марина. Эти кабачки, эти баклажаны, эти салаты, и ты тогда всем этим украсишь, но это очень, и вкусно очень. А еще, как вы думаете, какой ты работаешь, делаешь для себя, то это в сто раз еще сильнее. Но мы с мужем кайфуем от этого. Ой, я так рада вас слышать. Мне даже особо так, по сути, нечего больше спросить, потому что результаты на лицо. У вас такая энергия. Знаете, что я хочу вас спросить? А какая ваша мотивация прийти на интервью? Потому что тут умники пишут, типа, читают актеры, читают по бумажке, или еще что-то. Оксана, почему вы согласились прийти на интервью? И как, расскажите, за кулисье, как происходит вообще организация интервью? Как мы вас просим, как вы решили этот вопрос? Марина, я очень волновалась, когда мне приносили на интервью, я думаю, что я могу? Я простой человек. Я просто кушала то, что мне говорили. Я ничего не, ну, ничего не, ну, у меня нету подвигов, я не избавилась от таких смертельных болезней. Ну, я, у меня и запросы были, ну, такие, я получила то, что я хотела. И сейчас у меня уже нету той эфирии, которая была в начале. В начале, ну, я так кайфовала от каждого килограмма. И мы еще больше, так, мы каждый раз собрались, пошли погулять. Ну, все, что говорилось, мы все делали для себя. И мы каждый раз себя хвалили, что мы молодцы, нету, времени нету, то нету, но мы все делали как для себя. Ну, мы учились себя любить. И помидоры вы говорили, что надо помидор, ну, это очень большая школа, это очень большая уч. Ну, это, ну, это все ценно. Вы когда-то, я в поезде ехала, и вы, Марина, говорили, что я с Дианой в какой-то компании сидела, а люди подходят и говорят, девочки, а можно в вашем присутствии хотя бы сидеть, а не стоять. Вот, но я так к вам отношусь. Но я действительно вот так вот отношусь, потому что, если человек знает, что он дает, и он дает такие знания, и дает очень много, я вам благодарна. Очень. за интервью я немножко волновалась, думаю, что я могу сказать, что я могу сказать людям. Ну, как-то думаю, если я могу быть полезной, если я могу что-то делать, если я могу людей заинтересовать, даже, ну, вот, даже здоровых людей пойти и оздоровиться, потому что оно нагоняет, возраст, оно все равно дойдет. Я, мы с мужем сейчас лет разница. И он, у него, когда он сдал анализы, там был целый букет, и он три месяца пил, чтобы съесть холестерин от таблетки, он для сахара пил три месяца. И я через шесть лет дойду до его анализов. Я думаю, почему не опередить время и не сделать что-то для себя? И думаю, может, это люди услышат, может, кому-то что-то пригодится. Я пересматривала, я пересматривала интервью и волновалась немножко. Я даже спросила, дайте мне какие-то вопросы, можно подскажите, что мне говорить? Мне написали, вопросы будут легкие. И все. Одно, что я ушла с работы, чтобы никто мне не мешал. И села, ну вот я ушла с работы, зашла в беседку, поставила телефон, и все. Ко мне позвонили и сказали, что готова ли я? И вот я простой человек, я с программы, такой, как все. И я, ну, нету здесь актеров, нету подставных людей, потому что мы вошли в программу, мы могли созваниваться с участниками. Я переписывалась, нас была Виктория Яхненко, я иногда что-то спрашивала на ее личный телефон, потом она давала интервью, простой человек, вот она вышла, рассказала, как она чувствует, что она чувствует, как она была, как, 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 как. и я поверила каждому ему слову, потому что этот человек с моей программой, я видела ее, когда мы выходили на онлайн-встречу, и потом она давала интервью, это просто простой человек, но актеров нету. Вы видели ее в программе, да. Интервью Вике, кстати, друзья, тоже мы оставим ссылочку, можете посмотреть. Я хочу сказать для всех, вот и для вас, Оксана, мы не платим за интервью не потому, что нам жалко денег, потому что мне важно, чтобы приходили люди, которые понимают, что они своей работой могут, ну, проделав свой путь, да, вот, ну, свою работу, имею в виду в программе, простым актом поделиться своими результатами, вы улучшаете жизнь вокруг, потому что кто-то эту надежду ищет, и, ну, мои слова, пока человек со мной не знаком, будут восприниматься, как самореклама, да, но когда он видит результаты, ну, как вы говорите, простой человек, во-первых, вы не очень простой человек, но я имею в виду, что так человек видит и понимает, что так у людей получается, у людей получается, и у меня, у меня это и постигнуло, у людей получается, кому-то то, кому-то и сё, а я забываю, а я ослепну, а я то, а мне что-то не устраивает, а мне там болит, а может там колит, а там бока наросли, я так не хочу. Что очень важно, извините, если я вас перепела, люди недопонимают важность навыка готовить, как это ни странно, каждая женщина практически, и многие мужчины считают, что они умеют очень хорошо готовить, и с какой-то точки зрения, это так и есть, но я вот зайду с ресторана, вот ведь ни один ресторан вообще не думает об ингредиентах, о том, что какой результат на организм, вот вы вдумайтесь, вообще ни один ресторан об этом не думает, я уже думала свой устроить какой-то гид Мишлен, с точки зрения здоровья, но ни в одном ресторане, о них и таких идей таких, ни в этом направлении не мыслят, и вот большинство людей, которые готовят дома, там женщины, получается, что либо занос, этот ненормальный зож, ну ненормальный, то есть вообще там, это невкусно, это зациклено все, да, да, там полезно, не полезно, либо это напиханное хламом, таким мусорными знаниями, и попытки это собрать у себя на кухне, из, ну, из той информации, которая находится в интернете, непроверенная, ну, как, непонятно от кого, и либо просто люди вообще об этом не думают, и очень важно научиться готовить, друзья, это основа здоровья всей вашей семьи, вы один раз у меня учитесь готовить по-новому, и все, вы по-другому не захотите, вам будет очень вкусно, а все будут здоровее, счастливее, энергичнее, со временем и богаче, ну, потому что если мозг работает лучше, а он работает лучше, если энергия выше, если настроение лучше, отношение к себе другое, со временем не сразу, оно будет прорастать, и в деньги тоже, это так, очень-очень важный момент, то, что вы, это же полностью, 100% ваша заслуга, то, что вы услышали меня, увидели, как авторитета, и с правильным отношением зашли, все, с этого пошли все ваши суперрезультаты, да, ну, я старалась, ну, не понимала первый раз, слушала, три-четыре раза, пять, сначала, ну, не все, оно отскакивает, от меня, то не понимала, то не понимала, но я говорю, слушайте, мы же взяли все, и про витамины, и про минералы, у меня все ваши лекции есть, тоже, ну, долго я вчитываюсь, понимаю, не сдала еще анализы, все на, ну, пока сайте боролась, закончилась холестерина, возьмусь за витамины в организме, ну, есть чему учиться, есть чему идти, есть планы, какие себе ставить, и цель, и планки поднимать, и не надо, наверное, ждать хронических болезней, чтобы ты уже не мог встать, а можно идти раньше. Вот вы говорите, вы очень правильно говорите, состояние мозга, когда ты уже элементарные, видео, текст, не можешь понять, о чем тебе говорят, люди же за собой не замечают, наверное, с возрастом глупеют, ну, мозг просто уже не работает, не воспринимает информацию, и то, что на ваш запрос, вот это обучение, сам факт обучения, он же, ну, вот представьте, оно все работает вместе, кроме того, что вы практикуете, вы делаете все для физики, параллельно вы обучаетесь, и чем мозг нейропластичнее, тем лучше он проводит химические процессы в организме, это все так гениально связано, понимаете? Да, я вчера слушала, об этом думала, вчера лекцию вашу слушала, и даже мое, это обучение, не учишь английский, думай здесь. Да, да, это обучение, а что это, легко учиться, ну, как ты же должен сидеть, это все переваривать. Расскажите, пожалуйста, ваше впечатление о блюдах, то есть, пришлось же переучиваться, скажем так, готовить, да, было ли сложно, вот сколько времени на приготовление, вот, ну, вот ваш именно опыт. Я не делаю все правильно, так как вы в программе говорите, что, купи сегодня, завтра приготовь, а пусть завтра съешь, то я готовлю вечером, и покупаю, и готовлю вечером, ну, это неправильно, потому что если бы вообще была готова на утро, это был вообще кайф, но мы вообще не могли в программу втыкнуться, потому что не было времени, а так мы уже, даже наши знакомые говорят, некогда готовить, некогда покупать, а мы все-таки нашли время, это время, это самоорганизация, это вот каждый раз надо, ой, Марина, я иногда так соскочу с рационов, и готовлю, ну вот, мы не превышаем порцию, и готовим уже так на глаз, у меня муж, мы по рациону едим, я говорю, ну так более-менее, он опять, мы по рациону едим, и все, я опять возвращаюсь в рацион, не было, ну, не было сложно, но это надо было, это надо было организоваться, это надо было, это надо самоконтроль, это надо собрать, ну, это, продукты надо, чтобы они были, они надо были, и я когда у нас же группа, у нас же группа поддержки все время есть, и я первое время у меня не, ну, вот, я сделаю себя, мне надо себя похвалить, я сфоткаю, выставлю в ленту, да, я посмотрю, как она, я прям бегу, думаю, так, купила кабачокник в арбуз, надо сфотографировать, купила то, надо то, и сразу все, шпук-шпук-шпук-шпук, молодец, и я сама чувствую, что я молодец, ну, потому что это, ну, будет, он затягивает, одно, другое, третий, можно по дороге купить хоток, съесть, или чебурек, и ты будешь сытый, а когда вот ты вот, вот так вот делаешь, выкладываешь для себя, это, это кайф, это любовь к себе, да? Класс, это менять в голове, смотреть на себя иначе, и смотрите, что здесь очень важно, то, что недавно я сняла видео у меня на ютубе, я хочу обратить внимание всех, еще раз, в своем видео на ютубе я заявила, что мы 100% такие, как наше окружение, и здесь, Оксана, очень ценно, вы поделились, как это в жизни работает, у вас, у мужа, есть определенные ценности, и за ним потянулась ниточка, к вам, и он, ангел, смотрите, как он помогает вам удержаться, понимаете? Да. Не сойти с... А сегодня благодарит меня. Да. И благодарит вас, понятно, что это важно, ну, если бы, ну, то есть он, вы друг другу помогаете идти по этому пути, но я имею в виду, что если бы ваш муж говорил вам примерно так, что ты вот со хернёй занимаешься? Сам по вечерам покупал кексы и пиццы, вы бы долго в программе пробыли? Ну, я примерно говорю. И наоборот, если бы ваш муж, а это частая история, к сожалению, когда у меня есть, я не буду называть здесь фамилию, он пришёл ко мне в программу, у него был сахар под 17, шёл, 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 девятка, и я потом начинаю читать дневники, каждый вечер он пишет, ну, каждый день он пишет, съел пиццу там, жена купила пиццу, съел кекс там, дети принесли кексы, да, и всё, на девятке он боролся, но он, ну, он так и не справился, потому что семья, хотя у нас, у меня в программе по диабету есть отдельная лекция, называется разговор с близкими, с родственниками, я это всё объясняю, и люди, которые со мной в личном, в личной, когда я, ну, лично, если со мной, как бы в таких ситуациях проговаривают, то я в какой-то момент предлагаю такую формулировку, спросите мужа, ну, или там жену, например, тебе важнее съесть этот кусок пиццы, и я инвалид, или я мёртвый, ну, то есть, понимаете, очень такие, или вот, например, у одной моей подопечной, муж постоянно дарил внукам конфеты, у всей семьи, у всех диабеты, они, значит, внукам дарят конфеты, постоянно, это он так любовь проявлял, и я, она говорит, я ничего не могу с ним сделать, я говорю, вы ему скажите, смотри, дорогой, продолжай дарить конфетки, но имей в виду, каждая конфетка, это гвоздик в гробик этого ребёнка, и я понимаю, что это спорно, имею ли я право такими, ну, как бы, образами, да, работать, но если не заходит, ну, понимаете, то есть, это уже надо, и всё, звонит мне через месяц, Марина, это сработало, ну, друзья, вам надо быть как-то чуть-чуть потоньше, чтобы понимать мои идеи, без таких сильных образов, понимаете, но надо было так сказать, чтобы услышать, да, это же так, и я вот хочу подчеркнуть, что очень ценно ваше окружение, вы для мужа, ангела, муж для вас, и это мне особенно радостно, и я думаю, со временем, это же только начало, ну, ну, как начало, хотя муж уже там, вы уже рядом со мной, долго, вы понаблюдайте, как ваше окружение меняется, в моем окружении, все здоровые, стройные, в общем, все у них хорошо, понимаете, я наблюдаю, у меня таких успехов нет, иногда, как, ну, если попадает в мое окружение, меня просто мои наставники, учителя учили, что так мы можем понимать, что мы все делаем правильно, по изменениям в ближнем кругу. Мы тоже, ну, мы как-то с вами говорили, у нас была онлайн-встреча, и вы говорили, что я, почему меня не слышат, вы не авторитетны, и мы сейчас тоже вот сошли в Синеву, они говорят, а какая программа, мы к Марине Мурадиной, и я сейчас тоже даю, ну, нравится, идите, учитесь, вам расскажут, зацепят, если зацепят, и пойдете, ну, у меня спрашивают и говорят, почему так, и ты молодец, ты туда молодец, я прошла, вот, начала свой путь, идите вы. Ну, вы так, вы так прекрасно выглядите, мне так приятно с вами общаться. Знаете, да, вы главное, ничего не рассказывайте, вот, это то, что я всех учу, я знаю, что вы так делаете, и я всем напоминаю, ничего не рассказывайте, потому что люди пугаются, понимаете, у каждого свой путь, дойти до меня, ну, понимаете. Да, но найти надо, хочешь жить, иди, потому что, когда будет поздно, ну, может быть, поздно, уже не надо будет идти, но пока надо. вот эти знания, которые я даю, это же каждому человеку надо пройти, и просто улучшить свою жизнь навсегда, ну, знаете, это типа как английский в бизнесе, но ты один раз это сделал, и у тебя жизнь на другом уровне, ну, это же база, основа. И я хотела еще, такой нюанс только уточнить, вот вы сказали, что перестраиваться, вот это приготовление было сложно, естественно, я же вас в этом предупреждаю, а как сейчас, оно пошло по накатанной, стало ли меньше времени, или все равно еще сложно, еще вот, это не сложно, это не сложно, это просто забирает время, когда раньше ты подаваешь, что-то купил, купил кекс, съел, и ты уже купил кусок пиццы, и ты сытый, то сейчас это надо, надо остановиться, подумать, для чего ты живешь, для чего ты работаешь, а может кто ты, что-то надо для себя сделать, и только выжить из себя все. И мы каждый раз над этим помним и уделяем время купить, приготовить, покушать. Когда-то бывает очень с утра спешим, но все равно за завтраком мы не спешим. Ну, работа, она всегда есть. Есть, 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 есть. Тебя не будет, тебя останется. Это, знаете, культура отношения к себе. А есть такое, ловили себя на таком ощущении, такой появляется новый кайф, когда ты понимаешь, что ты о себе заботишься, появляется какой-то новый кайф проживания, вот состояние. Марина, он давно появился. Этот кайф уже давно появился. И у мужа, и у меня. И он сохраняется, так же? Да. Ну да. А теперь вот смотрите, здоровье получается. Помните, я вам говорю, что люди в основном привыкают проживать жизнь в негативных эмоциях. По сути, самое важное, это состояние, в котором мы проживаем жизнь. Но до этого надо еще тоже дойти. Не так важно там внешние атрибуты. Самое важное состояние. Потому что, если ты счастлив, вот, ну бывает же, у всех же людей было такое, что ничего особенного не происходит, а тебе классно. Ну, у всех же бывает такое. А бывает наоборот. Ты вроде бы в ситуации, даже там какой-то, кажется тебе успех, или там в каком-то роскошном месте, а тебе плохо. Ну, такое же тоже у всех бывает, правда? Я не призываю тут, как бы жить плохо внешне, но я имею в виду, что и состоятельные люди, с кем я общаюсь, и самая к таким выводам уже давно пришла. Самое важное, это наше состояние. Но люди это не понимают. Люди вообще не отстреливают, в каком ужасном состоянии они проживают. И вот представьте, что когда мы просто налаживаем питание, мы все, мы уже меняем это внутреннее состояние, качество жизни. Понимаете? Марина, ну это так. Это так. Ты сделала для себя что-то чуть-чуть, и оно зацепляет, зацепляет, и идет, и идет, и ты ловишься за хорошие эмоции, за позитив, ловишься, и ты не хочешь выходить из этого состояния. И ты ищешь что-то хорошее, маленькое, хорошее, тебе было комфортно, что тебе было хорошо, что у меня на душе было спокойно. И я стараюсь уже в этом состоянии остаться. Потому что это очень классно, когда ты в гармонии. Да? И начинается, начинается с завтрака, начинается с того холодильника, что ты открываешь, а там красота. Там просто зеленое, красное, аранзовое, фиолетовое, оно такое все красивое. Пучок зелени, такой, такой, такой. Это класс. Я еще хотела как-то снять страницу нашу, свой холодильник. Снимайте. Вымни его, хорошо, и сфотографируй. Ну, так и не дошла. Но он, он такой красивый. Это так, как блюдо, вот, это так, как блюдо с едой. Тот холодильник. Ну, это кайф. Александр, я вот, а если попробовать вспомнить, вот, до контакта со мной 2-3 года назад, да? Как вы думаете, сколько вы времени тратили на, на приготовление еды? Или вообще не тратили, ели бутерброды? Очень мало. Я тратила время на еду. Потому, и мне тяжело было найти это время. и войти в систему. Мне было тяжело. А что вы ели? Ну, в холодильнике было одно блюдо, например, бошь. Или там, 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 такого не было. Ну, это, ну, так, я не буду говорить, как мы жили. Не все готовы. Ну, я же не оцениваю, я просто, ну, смотрите, то есть, идея в чем? Что, вот это, что надо будет тратить больше времени на приготовление еды, чаще всего, это иллюзия. Просто так кажется, потому что все совсем по-другому. и человек не думает о том, сколько времени и сил он тратит на беспорядочные покупки продуктов, на постоянно, ну, на мысли об этом, да, на какой-то стресс связанный с этим. И обычно люди говорят, что со временем стали тратить намного меньше. Но ваша ситуация, окей, такая, самое важное, это именно ваш опыт и то, как вы его проживаете. Но оно того стоит, согласитесь. Как вы считаете? Время приготовления. просто мне стыдно, потому что есть хозяйки, которые во главе ставят, что должно быть первое, второе, третье. Должен быть завтрак, обед и ужин. У меня такого никогда не было. Я не организовывала ничего. Что-то, муж-то, я приготовила. У меня тоже, это нет, это не надо себя, даже если одно блюдо есть, это уже хорошо. Есть такие хозяйки, что дети едят только сосис. Ну, сами понимаете, не буду говорить. и вообще. Да, но вопрос, что это надо как-то организовать. Нету другого варианта. Тут не соскочишь. Поверьте мне, я всякими обходными путями ходила. У меня даже своя служба доставки есть в Киеве, понимаете? все равно себе надо готовить. Это, это знаете, это как чистить зубы или там заниматься какими-то 20-30 минутной физической активностью. Вот это те вещи, которые за тебя никто не сделал. Но если ты хочешь качественно жить, можно вы живете в Киеве, вы можете заказать еду в калории, но все равно, когда ты сам готовишь, это тоже есть свои. Ну, состоятельные люди очень занятые так и делают. А вообще, альтернатив нет. Я как-то думала, может я кого-то найму, может мне придут и утром эти два часа и приготовят. Ну, и я пришла к выводу, что никто не положит ложечку мне чайного оливкового масла и не размажет ее щеточкой и не пережарит, и не перетушит, и не перетушит. Ну, и все, что я хочу, чтобы она и ту брокули мне не нарежет и 20 минут не подождет, чтобы она осталась, чтобы она все цемную сохранилась и одну долго мы ходили кругами и я себя все подвиняла, подъебала и думаю, Надо работать. Я могу поделиться лайфхаком, который я делаю. Я беру, например, два-три самых сложных блюда голубцы, котлеты и борщ или там допустим рассольник и я могу нанять человека, чтобы мне приготовил. Я делаю, ну, как там, учу, это всегда, то есть надо научить на одно-два блюда и мне человек приходит и готовит сразу несколько порций под заморозку. Ну, поняли. То есть то, что он вам рацион, никто не приготовит, только в калории. Готовят мои рационы и все так, как надо. Просто мои настолько, я их так запугала сахарами, анализами, они знают, что, не дай бог, они сделают что-то не так, я сразу, ну, понимаете, это уже 4 года истории, у меня там все тютелька в тютельку, но таких, ну, таких больше нету. И я же говорю, что даже имея калорию, я себе, когда жила в Киеве, я готовила все сама. Все равно, ну, не получается, понимаете? Все равно надо себе готовить. это тоже такой навык. Но я там обучаю максимально быстренько, ну, максимально, чтобы не терять вкус. Оксаночка, ну, я вам очень благодарна, я думаю, вы все рассказали. Давайте еще так, на финал еще раз обозначим для людей, каких результатов они могут ожидать, какие вы получили. Еще раз, точку А и точку Б. Какой был вес, и основные анализы, которые были, ну, плохие, и, соответственно, какой сейчас вес, ну, и вот эти же анализы все в норме. Пришла похудеть, похудела, сдала анализы, я за них тоже боролась, думала, так, я хочу увидеть их. Вот у меня холестерин был 5,8, сейчас, сегодня я получила анализы 4,8, и все твердые, мягкие, все в норме. Я довольна, хочу идти дальше, вот сдала, покопались в моем организме, нашли, ой, хорошо там у меня не спец, не спец. И анализы, и холестерин, и холестерин, вот, не знала, что он у меня есть, но... Печень, да? Ну, а вот это голодовки, к сожалению. Панкреатит, да. Ну, хорошо. И вес, я напомню, друзья, а за какой период вы скинули 9 килограммов? За 3 месяца. За 3 месяца и дальше уже так держали, да? Да. Ну, хорошо, благодарю вас, Оксана, очень-очень рада видеть. Я помню про ваше приглашение, даст Бог. Как-нибудь... Оно в Сирии. У нас очень красивый... Да, у нас очень красивый город, приезжайте, покажу, я никогда не была, хотя прожила рядом. Я в Черткове прожила 5 лет или 7, ну, сколько-то очень много, Чертки, знаете? Вы говорили вчера, что полюбили маленькие города. Приезжайте, у нас маленький, комфортный, красивый город. я в большой город не хочу жить. Может, у вас ко мне есть какой-то вопрос? Я вам еще раз благодарю вас, очень приятно, супер, очень ценно. Спасибо. Я вам очень благодарна, Марина. Я вам действительно очень благодарна. Я благодарна, что вы стали моим авторитетом, что вы научили, показали, рассказали. Все несложно и все возможно, и все в наших руках. И я благодарна за то, как я вывожу. Я благодарна всем благодарна за то, как я живу. Я благодарна вам, что сегодня муж не благодарен. спасибо. Я могу что-то сделать хорошее для своей семьи, рассказать своим детям что-то, я по чуть-чуть, по чуть-чуть, чуть-чуть не пить сладкое. Они приходят каждый раз ко мне с соком. Я ставлю тут сок на стол, ну, и говорю, что не надо. Если не выпили, я его выливаю. И другой раз опять приходит с соком. Я говорю, водичка. Это, ну, не сразу все, но вот так вот. Это, ну, тоже это моя жизнь. Я свою жизнь вот так вот построила. Они хотят так. Надо рассказывать все равно. Не навязывать, но рассказывать. Я благодарна вам за знания, которые я имею. Спасибо, Марина. Спасибо большое. Я бы очень хотела, чтобы все мои клиенты, пациенты были похожи на вас в той части, чтобы понимали, как выстраивать отношения. Скажем так, с авторитетом, ну, или с наставником. Ну, я же не претендую там на что-то, но если вы пришли ко мне улучшать здоровье, вот именно такой подход, как у вас, он в своей же голове позволяет человеку получить с меня максимум. И мне упрощает дело, понимаете? А не когда ты, когда начинаются капризы, начинают что-то доказывать, что-то, ну, вот понимаете, о чем я говорю, да? Так. Вот. Вам просто надо поверить. И серьезно каждому моему слову. Все. И, ну, сначала, скажи, каждое слово ценно. Я переслушиваю лекции три-четыре раза. Не доходило сразу все. Сейчас я, ну, я сейчас ловлю на пол, я хочу похвастаться, что я половину, то, что вы говорите, застарегает, и ничего, то мы уже этих ошибок не делаем. Половину. Вчера. Не заздрак. Отходи от токсичного окружения. Не слушай жалобы. Не можешь помочь. Когда человек не принимает помощь, он просто жалуется. Отходи. Потому что, ну, отходи. Сразу на дно, да? Сразу тянет вниз. Да. Ну, когда человек жалуется, надо помочь. А когда человек просто жалуется, потому что так удобно жаловаться, потому что так привык жаловаться, ну, надо отходить, потому что ты ничем не поможешь. А помогать тому, кто хочет. А вот она затянет туда, в жертву. А знаете, а скажите, вот лекции, можете пару слов ваше впечатление о лекциях сказать? Каких лекциях? А вы брали витамины, минеральные вещества при диабете или какие вы брали лекции отдельно? да, да. Скажите, какое ваше впечатление? Ну, это обучающее. Я прочитала, ну, вот, за чернику, за одно, за другое, за молоко. То хорошо, то плохо, это же классно. Что ты узнала новое, это, ну, это ценно. Я прохожу, я не беру красивую чернику, я говорю, та же, та же полезнее. И так, ну, взять даже то, 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 ну, возьмите, нету денег, возьмите синюю капусту. Она тоже почти такая же, ну, и, и вот мы, были на отдыхе, и зашли в кафе, а там все на без. И есть лобстеры, и в такой же цену синяя капуста. И я синюю капусту взяла, и лобстер взяла, ну, ну, не взяла 4 лобстера, взяла капуста синий, потому что она ценна. Как вы считаете, эти лекции ценные, стоит за них платить деньги, там, ту цену, которую вы заплатили? Это, ну, это небольшие деньги. И ты получаешь знания на всю жизнь. Ты не покупаешь их каждый раз. Ты раз купила, и ты ими пользуешься, и ты, может, даже уже на подсознанном уровне, что тебе надо, ты вытягиваешь. И на финал, чтобы вы сказали, благодарю вас, чтобы вы сказали людям, которые нас смотрят и сомневаются. Ну, если какое-то такое напутствие, смотря что-то. Я вам поверила, Марина, я вам поверила сразу. Может, у кого-то есть сомнения. Я не знаю, я не очень сразу верю всем. Я тоже сначала зашла на 200 ливен, она пошла в программу, я думала, как мне быть. Я не знаю, я вот знакомая говорила, я говорю, Марина не просто диетолог, она психодиетолог. Я не знаю, это, наверное, очень сильно. Когда человек знает, как сказать, знает, как преподнести, ну, вы до меня заслучались очень быстро. Не знаю, спасибо вам. Я, ну, может, много и возле нас сцены проходить мимо ушей, а вот вы не прошли. Я благодарна. Судьбе, что-то так. Спасибо вам, что вы нашли слова и достучались до меня, до мужа. Просто понимают, людям хочу объяснить, люди же даже не представляют, что за этим стоит. Я 10 лет работала с людьми индивидуально. 10 лет я брала людей за ручку и каждый день вела по этому пути. Индивидуально. Сколько учебы, как я создавала калорию, как мы это все разрабатывали, как я создавала... Я шоу никогда не слышали фразу «не надо завидовать». Ну, Оксана, правда? Но когда я это говорю, это как-то по-другому раскрывается. Марина, ну, вы это вчера вообще подали. Не завидовать, порадуйся за человека. И ты это получишь. И я, может, так озвучила, и это совсем по-другому звучало. Вообще. Радуйся за человека. Он что-то имеет. Радуйся. Я на это чуть по-другому смотрю. Я за каждым успехом думаю, какой это труд. Я, но я не завидую вообще, потому что это... Ну, выйти на такой уровень, что тебя завидовали, это сколько надо не спать, сколько надо не доесть, и сколько надо думать, и как это тяжело. Но другие могут завидовать. И я вот, когда вот это озвучила, вот с такой стороны посмотреть, это вообще ново. Это психолог уже может говорить. Я говорю, Марина, у вас есть одно с другим, знаний очень много, и когда вы говорите, что не затягиваете у нее другие болезни, я эту 10 лет изучала. Я в этом специалист. И я вас понимаю, потому что на любой вопрос вы можете дать ответ. И такой ответ, что он поможет. Да. И отвечайте за свои слова. Да, отвечу. Я знаю, что я говорю. Знаете, это когда я описываю вот рационы, они же по сути появились не только из того, что я училась, считала, но из моего опыта калорий и сотрудничества с поварами и все вот это. И первых 2 или 3 года калорий, когда я же сама и готовила, сама и доставляла, сама организовывала, я называю словом кровавый пот. Вот кроме знаний, ну вот понимаете, как... Ну да, вы же, Вариш, вы ночью готовили. Года? Ну ты как бы круглосуточно работаешь, ты не спишь, ты отвечаешь за все, ты один, повара тебя кидают, сотрудничество, курьер там не приехал. Ну то есть, это какое-то адище. Но я это прошла. И теперь вы все с такой легкостью взяли мой рациончик и вам классно. Ну, понимаете? Да. И завидовать, какая у Марины машина, не надо. Потому что она к этому долго шла. Да. И тяжело шла. Ну вот я так на это смотрю. Я когда мы что-то чуть-чуть достигли, я думаю, боже, а как те люди, которые имеют в 100 раз больше, как они? Это же катастрофа. Это как надо работать? Чему завидовать? Ну вы сама предприниматель, вы понимаете, вы догадываетесь цену этого всего. я вчера, у меня приезжала подруга, они семья очень успешных предпринимателей, состоятельных, и можно типа обзавидоваться, знаете ли. И мы с ней делились. Я говорю, Наташенька, сколько лет у тебя прошло, когда ты вот, ну, ну она уже там недвижимость покупает, ну понимаете, да, живет она вообще там, как хочет, она вообще не думает о деньгах. Она говорит, ну лет 20. Понимаете? Я понимаю. Она мне говорит, Марина, ты знаешь, она, ну, в финку, ну, занимается тоже там практиками, обучается, и говорит, я что-то вот не могу, я уже три дня практикую, и что-то я на групповую в программу не выхожу. Я говорю, ну, потому что ты мало практикуешь. Я 10 лет индивидуально работала, прежде чем, и то я не думала, ну, в общем, не будем сейчас в это уходить. Да, люди думают, что это так быстро, и так, ну, в нашем случае не так. У кого-то может быстро, я желаю, чтобы у людей получалось быстро, но. И вы говорите, дорого, дешево. У меня знакомая недавно, ребенок заболел, температура поднялась, пошла в аптеку, она приходит и говорит, знаешь, сколько таблетки потянули, 1200 гривен. И не факт, что они принесут пользу, и не факт, что ребенок выздоровел. Я еще хочу сказать, да, со своих наблюдений, благодаря вам, как я по-другому начала смотреть на жизнь. Вот я зашла в аптеку, у меня было горной кислоты, ни таблеток, ничего. И мне фармацевт спрашивает, а еще Анна Ленинчик, Дима Трольчик, еще. Я первый раз промолчала, другая пришла, мне надо в пластырь, и они опять говорят, мы смотрели по карточке, выбрали в прошлый раз там. Я говорю, а вы сейчас это мне что предлагаете? Яблоко, апельсин, мандарин, что вы мне предлагаете? Она говорит, ну вы же понимаете, что мы должны так говорить. Но я бы раньше не заметила даже этот вопрос. А сейчас я, ну вот, я борюсь с теми таблетками, чтобы их не принимать. Я борюсь за здоровый образ жизни. И когда слышу, Анна Ленин, вам не надо, ну, не надо. Это называется выход из матрицы. Я вас вытаскиваю из этой матрицы. Ну, раньше не слышала я этого, сейчас слышу. Да, реже. Как вам? Ну, хорошо, Оксаночка, благодарю вас еще раз. Надеюсь, будете рядом. И, в общем, мы уже сейчас увидимся и будем продолжать и может еще когда-то интервью запишем. Еще раз огромное вам спасибо и друзья, пишите благодарность, если вам понравилось это видео в комментариях, поделитесь, чтобы Оксана тоже увидела, кому это видео оказалось полезным. Правда, Оксана, вам интересно будет почитать, что люди для себя взяли? Ну, я немножко волновалась, потому что, ну, я не знала, что такое я могу рассказать. Но если меня пригласили, может, кому-то кто-то что-то услышит полезное для себя. Поэтому, ну, если до кого-то мы достучались, если кто-то себя тоже захочет полюбить, больше, чем любит, напишите, буду благодарна. Нам всем с детства вдалбливают, что успех не учит, учит неудача. Буллщит, бред, мышление бедных и больных. Надо учиться на успехах, и когда вы делитесь своим путем, вам же никто не принес, не дал, вы сами прошли этот путь. Муж, какие колоссальные результаты у вас, как вы знаете, что при холестерине он бы, он бы у вас мог бы проявиться при проблемах с сердцем, а потом вас бы посадили на статины на всю жизнь, да, ну вот. Но, когда вы проходите этот путь и вы делитесь, это самое ценное вообще, что можно, чем можно поделиться с людьми. Друзья мои, я всех приглашаю в практикум похудения, повторить в радость и в удовольствие и в здоровье, в новую, в новую, как бы, жизнь Оксаны опыт, вот Оксана с вами поделилась. Еще раз спасибо вам и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok